Включение зоны АТО есть, Ирина Баглай к нам присоединяется, и мы продолжим тогда просто с вами. Ирина Баглай, ага, что нам дали? Нам дали Попасную. Андрей, если... Хорошо, есть возможность Ира Баглая услышать, прекрасно. Мы тогда к Попасной вернемся. Ира Баглай, скажи, пожалуйста, что происходит сейчас в зоне АТО, и соблюдаются ли вот эти мирные договоренности? Да, Дмитрий, за эти сутки боевики предприняли несколько попыток штурма Донецкого аэропорта. Украинские киборги, как их прозвали сами же террористы, не только отразили атаку. По словам советника президента Юрия Бирюкова, наши бойцы уничтожили боевиков. Сегодня же минометным обстрелом ДНРовские террористы накрыли Авдеевку и ударили по Дебальцевому из реактивных установок ГРАД. За эти сутки боевики 50 раз нарушили режим тишины. Хочу сказать, что несмотря на ежедневные попытки украинской стороны установить режим перемирия, несмотря на заявление руководителя террористической ДНР Захарченко, что боевики готовы прекратить огонь, здесь в АТО не проходит и дня без обстрелов. В совместном центре, это рабочая группа, созданная месяц назад для контроля огня и установления мира на Донбассе, все стороны Украина, Россия и ОБСЕ констатируют, договориться не получается. Виняют на неподконтрольные и ДНР, и ЛНР банд-группировки. Их насчитали пять. Такой вот сепаратизм внутри террористических республик. Одна из минских договоренностей использование беспилотников и увеличение их количества для мониторинга обстрелов, чтобы стороны конфликта не были голословны в своих взаимных обвинениях. По видео уже стало бы ясно, кто открывает огонь первым. Но сегодня стало известно, миссия ОБСЕ останется без глаз и ушей. Как минимум немецких. Она отказалась от беспилотников, которые должны были обслуживать офицеры Бундесвера. Это информация канала Deutsche Welle. ОБСЕ не хочет военного присутствия в миссии. И вот какой была эта неделя на линии фронта. Что происходило накануне и после долгожданных переговоров Порошенко и Путина, предлагаю посмотреть в нашем сюжете.